Привет! Сегодня поделюсь интересной техникой. Ранее я уже снимала подобное видео, но сейчас покажу еще раз. Я буду использовать клей ПВА и кусочки ткани. Я взяла ткань обычную, которую вытирала кисти. Вы можете взять новую ткань. Итак, самое главное, это как следует пропитать эти кусочки клеем. То есть они должны быть абсолютно мокрыми. И после этого начинаю выкладывать по форме, какую я хочу, и создавать красивые складочки. Я расправляю. Смотрю, как это выглядит лучше. Можно менять положение. Делаю по направлению вниз. Добавила еще кусочек и здесь сформировала горизонтальные линии. Рекомендую работать в перчатках. Лучше за мной не повторять. Просто мне нравится чувствовать все материалы руками. И вот такой вот кусочек у нас получился. Он сох примерно сутки. И после этого я буду использовать вот такую текстурную пасту. Это обычная классическая паста без всяких включений. Я ложкой нанесу ее на холст. Обычно это делают мастихином. Если у вас есть, вы можете его использовать. Итак, распределила все это. И теперь губкой придам текстуру. Также немного прокрыла ткань этой же пастой для того, чтобы это все было более равномерно. После просыхания у нас вот такая композиция получилась. Я сейчас буду придумывать, чтобы здесь изобразить. Для начала я, как обычно, сделаю общий подмалевок, чтобы получился равномерный фон. И прокрою все вместе с кусочком ткани цветами, которые я хочу использовать в своей картине. На самой ткани я использую краску более толстым слоем, чтобы лучше сгладить все неровности, которые в каких-то местах остались. И все это также соединяю губкой, где-то прорабатываю пальцами. Там много мелких деталей, в которые трудно попасть кисточкой, поэтому можно аккуратно прокрасить вот прямо так. После этого я дам просохнуть подмалевку в течение нескольких часов, чтобы ткань была точно сухой. И теперь приступаю к прорисовке самой композиции. Для начала я намечу контур фигуры, который хочу здесь изобразить. Я использую сразу краску без предварительных каких-то разметок. Если мне что-то не понравится, я всегда могу взять влажную тряпочку и стереть этот контур, так как акрил пока не высох, легко смывается водой. А за пределами контура сразу начинаю прописывать фон. Я люблю сочетание теплых оттенков, травяной зеленой, оранжевой, охра и при этом использую также контрастные, голубые и синие. Краску я наношу вот таким вот растиранием и цвета между собой немного перемешиваются в этих местах. В таком случае важно применять сочетаемые оттенки, чтобы не получилось грязь на работе. Я наметила контур фигуры и теперь буду более детально прорисовывать и где-то подправлять какие-то места. Отлично. Ближе к лицу я сделаю волос более темного цвета и по краю тоже также подчеркну вокруг волос более светлым оттенком чтобы они более ярко смотрелись вот так тряпочка можно аккуратно подтереть места куда попала личная краска поработаю еще над волнами над цветом и тенью и приступлю к прорисовке лица для обобщения композиции добавлю деревья ну как всегда узнаваемые в моем стиле синим фоном вокруг прорисую стволы и ветви также обозначу на лице брови глаза а И теперь я обозначу маленькие домики на заднем фоне. Эта композиция называется «Любовь Земли». И я хочу показать тепло, заботу, то, что Земля дает нам так много ресурсов. Золотым я проработаю холмы и кроны деревьев. Добавлю детали. Еще мне захотелось что-то добавить в саму воду. Пусть это будут рыбки и водяные лилии. Кувшинки. Еще я хочу добавить вокруг воды больше растений, зелени, цветов. Так как вода как символ жизни, которая дает нам питание. Добавлю любимый белый месяц. Я рисую здесь от руки и не использую никаких контуров. Мне кажется, так картина становится более живой. Добавлю еще свет от луны на воду. Желтые блики. Мне захотелось перерисовать глаза и сделать их закрытыми. Как погружение в чувственный мир. Очень часто бывает так, что я вначале персонажу рисую глаза открытыми. Но по ходу завершения композиции мой персонаж будто бы погружается в этот мир ощущений. И глаза будто бы сами по себе прикрываются. Добавлю еще растений вокруг водоема. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Добавляю последние штрихи и детали. Вот такая картина получилась. Любовь земли. Такая необычная техника с использованием ткани. Напишите, понравилось ли вам. Спасибо за просмотр. Пока. Поэтому, пока. Пока.